Сегодня в Алматы общественность прощалась с Нурланом Капаровым. Председатель правления акционерного общества Каза Тампром ушел из жизни 26 марта в Пекине, где находился в составе официальной делегации Казахстана. Причиной внезапной смерти стала остановка сердца. Накануне тело 44-летнего главы национальной компании спецрейсом было доставлено на родину. Гражданская панихида состоялась в Академии науках Алмурдаса. Проводить в последний путь государственного деятеля пришли тысячи человек. Траурная церемония длилась почти полтора часа. Слова соболезнования от имени главы государства зачитал Аким Алматы Ахмеджан Исимов. В связи с внезапной кончиной Нурлана Капарова выражаю глубокое соболезнование семье, родным и близким, и разделяю с ними тяжелую утрату. Нурлан относится к плеяде первых крупных предпринимателей, которые особо отличились на заре независимости. Позже он успешно работал в качестве президента нефтегазовой компании, руководил Министерством окружающей среды и водных ресурсов, а также возглавлял национальную атомную компанию. Где бы ни трудился Нурлан Капаров, он всегда был талантливым организатором, который использовал свои обширные знания и опыт для развития и процветания нашей страны. У Нурлана был огромный потенциал, и все прекрасное в жизни, что он не успел увидеть, пусть увидят его дети. Страна никогда не забудет светлое имя Нурлана Капарова. Выступавшие на траурной церемонии, видные государственные и общественные деятели отметили огромные заслуги Нурлана Капарова как одного из активных организаторов Экспо-2017, автора законов по развитию Казахстана и зеленой экономики и сохранению водных ресурсов. В последнее время, работая на посту главы Казатампрома, Нурлан Капаров занимался вопросами перед дислокацией национальной атомной компании в Южно-Казахстанскую область, где находятся основные залежи урана. По словам коллег, у молодого и перспективного управленца были грандиозные планы. С такой гордостью рассказывал, как будто вся его жизнь заключалась в том, что он построил физико-математическую школу в родительском ауле. Это школа-интернат для одаренных детей всей республики. Он мечтал о том, чтобы все его состоятельные друзья вот так же развивали и строили на своей малой родине такие образовательные центры. Через всю линию, через всю его жизнь проходила очень большая такая доминанта. Он своим сердцем, добрым большим сердцем и храбрым сердцем всегда делал доброе, полезное. Я оставил после себя такую, я думаю, вы видите по людям, какую человеческую память.